В Техническом университете имени Калашникова состоялось торжественное вручение дипломов призерам и победителям Олимпиады школьников, звезда, таланты на службе обороны и безопасности. Организатором является Союз машиностроителей России и в Олимпиаде участвуют 22 технических вуза, расположенных от Владивостока до Калининграда, от Архангельска до Краснодара. Олимпиада проходила в два этапа – заочный тур интернет и очный тур. Здесь ребята делали письменное задание. По итогам Олимпиады из 450 участников 25 представителей Ижевской и Удмуртии вошли в число призеров. Яркими звездочками на небосклоне инженерного образования назвал этих умников и умниц ректор ИжГТУ имени Калашникова Борис Якимович. Сейчас очень модно быть певцом, дизжокеем, пиар-акциями заниматься. А вот вы попытались определить свой уровень знаний в области общества знаний, математики и физики. И вот такой Олимпиадой, сориентированной на обучение в инженерных вузах и сориентированной на дальнейшую вашу работу в нашем оборонно-промышленном комплексе. Тему подготовки кадров для предприятий военно-промышленного комплекса продолжил заведующий базовой кафедры ИжГТУ на концерне Калашников Дмитрий Шатало. Сейчас, конечно, очень большая нехватка у нас людей, и мы смотрим на далекую перспективу, и в задачи базовой кафедры входит не только работа со студентами, подготовка на каких-то старших курсах, мы в том числе ориентируемся и на школьников. Декан машиностроительного факультета профессор Брызгалов отметил, что если концерн Калашников нуждается в высококлассных специалистах, то технический университет имеет все необходимое для подготовки таких профессионалов. И об этом говорит опыт вот этих прошедших десятилетий. Среди наших выпускников такие выдающиеся конструкторы-оруженники, имена которых известны всему миру. Это Геннадий Николаевич Никонов, это Владимир Александрович Ярыгин, их оружие принято на вооружение. Так что же дает Олимпиада ее участникам и на какие преференции рассчитывают победители? Данная Олимпиада дает какие-то льготы при поступлении во все вузы России, но потом было время свободное, почему бы не поучаствовать? Ну так, между прочим, взял и победил. Да. Что касается ИЖГТУ имени Николашникова, то по решению ученого совета технического университета победители и призеры Олимпиады могут поступать на любое направление подготовки без вступительных экзаменов, при условии, если они наберут по предмету Олимпиады выше 65 баллов. И тот, кто поступит в ИЖГТУ и станет студентом первого курса, к дополнительной государственной академической стипендии размером 1300 рублей, сразу же с сентября будет получать надбавку 5000 рублей.